Добрый день, уважаемые коллеги! И, конечно, второе направление – это иммунотерапия, которая сделала определенную революцию. В нашем представлении о лечении метастатического мелкокличного рака лёгкого. На сегодняшний день мы уже имеем, наверное, десятилетние результаты первых пациентов, которые участвовали в первых фазах. Если оглянуться на историю, то мы увидим, что в 2015 году, когда были впервые зарегистрированы препараты иммунотерапии, это был Ниволумаб и Пембролизумаб, то на сегодняшний день мы уже имеем шестилетний опыт зарегистрированных показаний. И действительно результаты впечатляют, потому что, если посмотреть на исследование Ниволумаба, первой фазы, в котором уже есть шестилетние результаты, они показывают, что мы имеем уже выживаемость пятилетнюю в размере 15%. Раньше мы имели 2-3%, то есть выживаемость у нас увеличилась в 5 раз. И это действительно достижение, которое заслуживает внимания. Если посмотреть на нашу таблицу развития и регистрации наших препаратов, то мы увидим, что действительно достаточно бурно идёт прогресс. Сначала мы начинали со второй линии терапии, затем мы перешли уже к первой линии терапии, затем с комбинацией появились, с химиотерапией, и венцом нашей на сегодняшний день является комбинация уже двух иммунных препаратов. И как было сегодня уже отмечено в предыдущих выступлениях, иммунотерапия потихоньку завоевывается в более и более ранней стадии. На сегодняшний день у нас уже есть положительные результаты уже неодевантной терапии, одевантной терапии, то есть результатов лечения уже рака лёгкого. И, соответственно, как и в случае с лечением меланомы, будет, наверное, такой же прогресс у нас и с лечением рака лёгкого, когда иммунотерапия будет всё больше и больше смущаться в сторону ранних стадий, где, конечно, в следствии с тем, что объём опухоловой массы гораздо меньше, и наверняка эффективность иммунотерапии будет также значительно больше. Но если посмотреть на нашу таблицу, то мы можем отметить, что действительно достаточно быстро те препараты, которые завоевывали и получали регистрацию в Америке и Европе, они регистрировались у нас в России. И на сегодняшний день мы имеем уже практически все возможные регистрации, которые есть за рубежом у нас в России. И если обратиться, как к примеру, к терапии неволумабом, то мы видим, что уже у нас есть 16 показаний. Это действительно обширный очень пул заболеваний, при которых помогает иммунотерапия. Конечно, в первую очередь, это иммуногенные опухоли, такие как меланомы, такие как рак почки, но и, конечно, рак лёгкого. Кроме этого, у нас уже имеется и 5 показаний для комбинированной иммунотерапии, где применяются два препарата. Это антипи-Диодин и анти-Си-Ти-Ль-Фо. Вы хорошо знаете, что эффективность иммунотерапии зависит от экспрессии ПДЛ в опухоли на иммунных клетках. Ну и если обратиться к хай-экспрессорам, так называемым, то действительно здесь у нас достаточно благоприятная картина. И мы имеем уже показания для пембролизумаба, для тезолизумаба в качестве препарата выбора монотерапии, когда у нас ПДЛ больше 50%. Соответственно, результаты достаточно хорошие. Подумайте, 30% пятилетняя выживаемость. То есть каждый третий пациент, который у нас переживает 5 лет с гиперэкспрессией ПДЛ. То есть, в принципе, это достаточно те показания, о которых мы раньше могли только мечтать. И на сегодняшний день уже однозначно определено, что именно назначение иммунотерапии в первой линии у ПДЛ-экспрессоров дает лучшие цифры по выживаемости. И у нас появляются все новые и новые препараты для использования в первой линии ухоэкспрессоров. И сейчас идет серия клинических исследований препаратов из разных стран, из Америки, из Китая. Ну, в частности, видите, в Америке был зарегистрирован еще один препарат семиплимап у больных немного клещного рака легкого, который имеет ПДЛ больше 50%, который также показал свою эффективность. Но если мы обратимся к пациентам, у которых нет такой высокой ПДЛ-экспрессии, то здесь есть определенные проблемы. И, конечно, результат лечения их значительно хуже. Даже комбинация с химиотерапией у больных с плоскоклещным раком легкого, видите, не показала улучшения выживаемости у тех пациентов, у которых был ПДЛ меньше единицы. Соответственно, такая же ситуация у нас и у пациентов с неплоскоклещным, немелкоклещным раком легкого. Также результаты иммунотерапии хуже несколько, так сказать, чем у пациентов, которые экспрессируют ПДЛ. Если в целом у нас результаты положительные, то все-таки у больных, у которых ПДЛ меньше единицы, видите, не формируется такого плато, нет такой когорты пациентов, которые живут длительно. И, соответственно, конечно, наличие вот этой низкой ПДЛ-экспрессии, оно требует разработки новых методов лечения. Соответственно, и при применении третьего препарата, препарата от изолизумаба, опять-таки, у пациентов с неплоскоклещным раком легкого дало положительный эффект, а у больных с плоскоклещным раком, соответственно, эти результаты были гораздо хуже. Поэтому, конечно, встает вопрос, что делать с пациентами, у которых низкая экспрессия ПДЛ. И здесь нам на помощь приходит, конечно, комбинированная иммунотерапия. Комбинированная терапия с помощью двух препаратов, это НСТ-Стельфо и антипидиадин. Соответственно, их синергичное действие за счет улучшения взаимодействия Т-лимфоцитов и дендритных клеток, которые обеспечивают эпилемумаб, оно и дает нам определенные преимущества в комбинации применения иммунотерапии неволумабом и эпилемумабом. Ну, опять-таки, если обратиться к другим зоологиям, действительно, уже Светлана Анатольевна сегодня показала в своей лекции о результате 6,5-летнего наблюдения больных с метастатической меланомой. Мы видим, что очень хорошие результаты мы имеем, первую очередь, при меланоме, при этой комбинации. Хорошие результаты у больных с колоректальным раком, у которых MCI-хай, то есть очень важный маркер, который нам дает очень хорошие, предиктивные, так сказать, данные для назначения иммунотерапии. Ну и также есть неплохие уже результаты при применении при почечном и при гепатоцеллюлярном раке. То есть эти данные, они нам давали надежду, что и при раке легкого мы получим хорошие результаты. Ну и вам доложу результаты двух крупных исследований, которые как раз были проведены при немелкоклеточном раке легкого с использованием комбинированной иммунотерапии. Это Чекмет-227 и следующие исследования – это 9LA. Чекмет-227, как вы видите, первая линия терапии. Главное условие – это отсутствие драйверных мутаций, потому что именно драйверные мутации, они определяют низкую чувствительность к иммунотерапии и назначать при раке легкого иммунотерапии мы можем только после того, как определим наличие этих драйверных мутаций, поскольку их эффективность снижает значительно иммунотерапию, мы можем получить только какие-то побочные действия без эффекта. Соответственно, две были большие группы, стратифицированные. Это PDL больше 1%, PDL меньше 1% и три рукава в каждой группе. Это комбинация неволумаба с эпилемумабом. Эпилемумаб у нас был 1%, 1 мг, простите, на килограмм. Доза была использована меньше, чем при меланоме. Контроль был этой химиотерапией и контроль был монотерапией неволумабом. И если посмотреть в целом на всю группу, то у пациентов с PDL больше 1%, мы получили положительный результат именно в группе, в которой применялся неволумаб и эпилемумаб без применения химиотерапии. И, как вы видите, цифры двухлетней выживаемости 29% против 21 и 18%, которые применялись в других рукавах, они показали достоверную большую эффективность. Соответственно, при неплоскоклечном и плоскоклечном раке были сделаны под анализы, и они показали, что в целом при неплоскоклечном раке легкого результата были лучше, поскольку двухлетняя вживаемость была 32% против 20% при плоскоклечном раке. Но разница между основной группой и контрольной группой, как видите, при плоскоклечном раке даже оказалась еще больше. Только 6% пациентов, которые получали химиотерапию, они переживали 2 года, в то время как 20% в группе исследований и комбинированной иммунотерапии цифры отличаются практически больше, чем в 3 раза. Ну и в группе, которая PDL меньше 1%, то есть пациенты, которые не экспрессируют PDL, также результаты оказались сравнимыми с той группой, которые экспрессируют. И видите, 34% — это полтора года выжимаясь, 24% — это двухлетняя выживаемость против 10% при химиотерапии. Соответственно, эти данные говорят о том, что вне зависимости от уровня PDL мы получаем преимущество при применении двойной иммунотерапии. Опять-таки, данные при неплоскоклечном раке показали, что здесь у нас примерно результаты оказались одинаковые в основной группе, в то время как в контрольной группе при плоскоклечном раке действительно результаты, как правило, значительно хуже. И мы имеем опять-таки четырехкратное увеличение при плоскоклечном раке с 5% до 22% двухлетней выживаемости. Очень важный момент — это удержание объективных ответов. И, как вы видите, как при PDL положительных пациентов мы имели медианную длительность ответа 23 месяца против 6 месяцев при химиотерапии, так и при PDL отрицательных пациентах опять-таки мы имеем 18 месяцев против 4,8 месяцев. То есть те пациенты, которые у нас отвечают на лечение, они действительно сохраняют длительный ответ и формируют то самое плато, которое мы видим на кривых по выживаемости, и эти пациенты дают основную прибавку на выживаемости те, кто ответили в течение первого-второго года. Обзор безопасности. Как вы видите, у большинства больных, конечно, были нежелательные явления как в группе химиотерапии, так и в группе иммунотерапии, но в серьезных нежелательных явлениях с летальным исходом было минимально. То есть на большой группе пациентов, больше тысячи пациентов, вы видите, только один или два у нас имеются нежелательных явления с летальным исходом, и случаи, когда приводили к прерванию лечения, они тоже незначительные, они превышают 18%. Поэтому те осложнения, которые случаются, они нам уже достаточно хорошо знакомы, и мы хорошо знаем, как с ними бороться. Но в то же время те пациенты, которые отменяли терапию, на фоне проводимого лечения, большинство из них, больше половины, как правило, сохраняло ответ на проводимую терапию. Это говорит о том, что действительно, в том случае, когда у нас развиваются какие-то осложнения, это не является таким совсем плохим прогностическим признаком, а наоборот, иногда это говорит о том, что у этого пациента будет длительный ответ по основному заболеванию. Ну и второе крупное исследование, ЧЕК МАИ-9-ЛА, это уже сочетание иммунотерапии, двойной иммунотерапии и химиотерапии. Были несколько попыток сделать такие же исследования. В частности, применялись препараты 3-милимумаб и дурволумаб, тоже два препарата, один из которых антипедиэли, один ингибитор, другой антисетельфоингибитор. Но, видите, данные исследования СИСИД, ТГБР-344 и данные исследования ПСИДОН и ряда других исследований, которые также проходили у нас в стране, наша клиника в этом принимала участие, они не показали достоверного получения. Возможно, это было связано и с подбором пациентов, с уровнем ПДЛ, который определялся для лечения. Но, тем не менее, единственное исследование, которое достигло своей конечной точки, это был ЧЕК МИНД-9-ЛА. И в данном исследовании, помимо комбинаций, использовалось два цикла химиотерапии. И эти два цикла химиотерапии, они позволяли у тех больных, которые не отвечали на иммунотерапию, достичь отсутствия прогрессии в ближайшие два месяца. И, как вы видите, на этом графике кривые расходятся сразу от момента, так сказать, начала терапии. Если посмотреть на большинство графиков по применению иммунотерапии в сравнении с химиотерапией, то, как правило, кривая заболеваемости пациентов с иммунотерапией, она более резко идет вниз, потому что те пациенты, которые нечувствительны к иммунотерапии, в отсутствии химиотерапии, они быстро прогрессируют и, соответственно, погибают быстро. А в данном ситуации назначение химиотерапии способствовало как, во-первых, противоопухолевому ответу у этих пациентов за счет химиотерапии, так и повышение экспрессии педельного опухолевого клетка за счет проведения химиотерапии и, соответственно, лучшему иммунному ответу. И вы видите, как пациенты в целом в этой группе у нас уже на отметке 1 год 63% пережило, и на отметке 2 года 38% против 26% в группе контрольной с химиотерапией. Соответственно, подгрупповый анализ показал, что в большинстве подгрупп действительно было преимущество в сторону комбинированной химиотерапии и двух курсов комбинированной иммунтерапии и двух курсов химиотерапии за исключением пожилых пациентов старше 75 лет и за исключением некурильщиков. Но некурильщики, как правило, имеют какие-то драйверные мутации и, как правило, может быть, не всегда мы их определяем, поэтому в этой подгруппе у некурильщиков действительно результаты иммунтерапии, как правило, хуже. Ну и данные чекмейт 9ЛА по выживаемости без прогрессирования и длительные ответы здесь представлены. Видите, в два года без прогрессии живут 20% больных, которые получали эту схему лечения и только 8% химиотерапии. И, соответственно, опять-таки, мы имеем значительное увеличение длительности ответа. 13 месяцев против 5,6 месяцев, как видите, как разошлись широко кривые, это длительность ответов у пациентов на химиотерапию и на комбинированную иммунтерапию с применением двух циклов химиотерапии. В зависимости от ПДР, опять-таки, были проведены результаты, ведь при низком уровне ПДР, общая выживаемость, выживаемость без прогрессии и длительность ответов в той группе, где применялась комбинациями с химиотерапией, были значительно лучше, кривые у нас разошлись достаточно широко. В то же время, при двухлетнем наблюдении за ПДР позитивными пациентами, опять-таки, мы получили точно такой же результат, и, соответственно, эти две группы, они не отличались значительно друг от друга. Конечно, у ПДР х-экспрессов, у которых было больше 50%, у них результаты были несколько лучше. Вы видите, так сказать, и длительных ответов оказалось 26 месяцев против 5,4. Поэтому, конечно, это уже общеизвестно, что х-экспрессор это лучший кандидат для любой иммунотерапии. Ну, опять-таки, летальные исходы, как видите, два в одной группе, два в другой, поэтому стандартная химиотерапия, она тоже является лечением, которое часто осложняется серьезными побочными действиями и иногда приводит к смерти больной. Но нежелательных явлений, которые привели к отмене всей терапии, было, опять-таки, не так много. В группе иммунотерапии, конечно, было несколько больше, и, как правило, они развивались, как видите, на первых четырех циклах, но в то же время химиотерапии, соответственно, развиваются чаще в этот же период, и проведение определенной терапии позволяло купировать с помощью стероидов эти осложнения и продолжать наблюдать этих больных. И, опять-таки, пациенты, которые прекратили терапию, больше половины из них, 56%, удерживают ответ в течение года. Видите, так сказать, несмотря на то, что прекращается терапия с иммунотерапией и химиотерапией, результат сохраняется, и поэтому действительно формируется вот это плато, которое дает нам возможность лечить наших пациентов и наблюдать их длительный период, чего раньше мы не могли сделать. Ну и в заключение я хочу представить действительно общий алгоритм применения лечения в первой линии метастатического немелкоклеточного рака легкого. Конечно, в первую очередь надо у пациентов с аденокарциномой и некурящих пациентов с плоскоклеточным раком лёгкого определять драйверные мутации для назначения таргетной терапии. Ну и, соответственно, вторым маркером, который нам необходим, это уровень PDL. В зависимости от этого уровня PDL уже назначать терапию. Если у нас PDL больше 50%, мы можем назначать монотерапию, это может быть у нас и отезолизумаб, и пембролизумаб. А в тех случаях, если у нас уже PDL меньше 50%, то здесь мы можем назначать различные схемы терапии, как в комбинации химиотерапии и иммунотерапии. В ослабленных пациентах возможно применение и моноиммунотерапии тоже, но в редких случаях, к сожалению, эффект, конечно, от этого значительно ниже, но, тем не менее, такая опция тоже существует. Ну и, конечно, два новых вида лечения, которые у нас появились в прошлом году, это иммуно-онкологическая терапия двумя препаратами без применения химиотерапии на результатах исследования Чикмейт-227 и иммунотерапия в сочетании с двумя курсами химиотерапии на основании данных Чикмейт-9 ЛА. Таким образом, мы получили на сегодняшний день новые опции, которые позволяют нам проводить лечение пациентам как с высоким уровнем экспрессии, так и с низким уровнем экспрессии МПДЛ-1. И, конечно, так сказать, вот эта двойная иммунотерапия, она, наверное, показана нашим пациентам, в первую очередь, это молодым пациентам, у которых нет уровня высокого ПДЛ, у которых не такая большая, может быть, опухольная нагрузка, и именно сочетание двух иммунных препаратов у этих пациентов, наверное, будет достаточно эффективным, это вот тот, наверное, контингент больных, которым нужно применять эту терапию. Ну и, конечно, нам требуются дополнительные знания, нам, конечно, требуются дополнительные маркеры, которые позволяли бы определить показания к назначению терапии, поскольку, конечно, на сегодняшний день практически всем больным с раком легкого уже показана иммунотерапия в той или иной виде, в первой или второй линии, но все-таки, учитывая возможности, наверное, ни в одной стране мира нет возможности назначить 100% пациентов иммунотерапию, конечно, нам требуются тщательные данные клинические и лабораторные, чтобы определить показания назначения иммунных препаратов. Спасибо за внимание.